Я собеседую рекрутеров, и я иногда не понимаю, как расценить их опыт, то есть отталкиваться ли от этих рамок junior, middle, senior, team lead и так далее, смотреть ли на то, сколько он офферов в месяц закрывает, смотреть ли на количество опыта коммерческого, и вот иногда непонятно, может быть, чувак с, не знаю, с годом опыта и закрывает по 4-6 офферов в месяц, тяжелых от middle до senior, да, а может быть, чувак с двумя годами опыта и закрывать 1-2, и непонятно, как его расценивать, потому что мы, как бы, рекрутеры не совсем подходим под эти рамки senior, как в IT-разработке, в самов-девелопменте, вот, поэтому здесь тоже немножко непонятно, хотел бы услышать ваше мнение. Очень классный вопрос, я тоже никогда не, мне сложно вот вообще понять грань между junior и middle рекрутером, ну в чем это, да, там в количестве закрытых вакансий или там в количестве лет опыта, я, моя позиция вообще не про количество лет опыта, а про правильный персонал, да, дальше все остальное придет, что я имею в виду, что иногда, ну, есть две категории, иногда переучить под свою компанию, чем научить заново, сложнее, да, тоже вот момент, и вот тот отвечает на твой вопрос, да, что человек там с годом опыта, возможно, более заряженный, мотивированный, ему еще интересно что-то делать, да, и еще учиться чему-то, и он прям больше вкладывается. Это раз. Второй момент, что я всегда смотрю больше на персоналити, на мотивацию, чем на профессиональный опыт. Я верю в то, что можно доучить, можно какие-то скиллы, да, непосредственно навыки, не знаю, там, сорсинга или там правильно написать сообщение к кандидату, или, опять же, правильно дать фидбэк кандидату, да, работать, взаимодействовать с кандидатом. Это все то, чему можно научиться, если у тебя хорошее отношение, ну, такое правильное для компании отношение к работе, если человек вовлечен, если его драйвит. И второй момент, что я тоже не проверяю только, например, на интервью профессиональные знания рекрутера, я даю тоже тестовые задания. Вообще в Виксе это одно из, тоже одна из ценностей, которая, как она выражена в рекрутном процессе, вы тесты, everyone, да, то есть для нас очень важно, чтобы мы проверили хендзон навыки человека на любую роль. Какие тестовые ты даешь? Тестовые такое объемные достаточно, непростое, там есть, ну, на разные, опять же, на разные роли разная тестовая, да, в зависимости, это партнер или это там визитный эксперт или это сорсинг, вот, на роль партнера очень интересное тестовое задание, надо проинтервьюировать человека из лица, я сама его проходила, оно супернеобычное, но классная тоже, классная интеракция между и рекрутером, да, и тем специалистом, с которым он, менеджером, как правило, да, это интервью проводится менеджеру, вот, и также для нас это дает хорошее понимание, как человек в процессе, да, интервью общается с человеком, может ли он раскрывать человека, да, насколько он глубоко оценивает и дает качественный, да, какие-то потом качественный фидбэк по кандидату, по кандидату, вот, и для talent acquisition эксперта у нас тестовая, да, там немножко сорсинга, немножко тоже как бы расстроить рекрутмент план, да, с тем, чтобы вовлечь менеджера в этот процесс и на кандидат экспириенс вопрос. Класс, дякую, что поделилась. По твоему досвіду свят, трошки доповню твоё питание. Чи ти спостерігаєш зараз, бо я вже не первый раз, когда я нечулю такий момент, що беруть, власне, людей з великим досвідом, а на практиці виявляється, що, якби, весь попередній досвід був, нерелевантний, і не варто купляти виключно досвід. Які в тебе талановиті найми були за останнім? Чи є в тебе такі, взагалі, successful case, і ж ти береш людей там з мінімальним досвідом, потім вони дуже прекрасно працюють і злигаються з командою? У меня есть и successful case, и есть и не successful case, и есть, ну, команда, которая у меня сейчас, я ей супер горжусь, они очень классные, они с очень разнообразным бэкграундом, опять же, нету какой-то, наверное, тенденции, там, что, не знаю, все из продуктовых компаний, вот, вообще нет. Это приносит некоторую сложность в процесс, потому что ты не можешь отфильтровать по резюме, тебе нужно пообщаться с человеком, да, и то есть на интервью я уже понимаю, да, класс, мой кандидат, я готова продолжать дальше или нет, чувствую, что, наверное, нам пока не по пути. И у меня есть сейчас в команде эксперты с, там, и много лет опыта, и меньше, там, на момент, когда мы их брали. Две девочки вместе работают, которые уже по три года работают в компании, они уже выросли, да, в непосредственно компании. Но вот сейчас, опять же, все зависит от того, какой сейчас этап. Если есть кто-то, кто может научить, я предпочитаю взять человека и научить. Вот, ну, такого, я люблю янг, промиссинг, как говорят, да, и с горящими глазами, с этими словутыми горящими глазами. Но с правильным, да, вот, с правильным желанием развиваться. Для меня правильным, для компании. Если чувствуете, что сейчас важен человек, который знает рынок хорошо, который может, с хорошей базой, да, который уже быстро может, там, принести каких-то лидов, какие-то лиды, да, то, наверное, вам нужен, там, другой, другой скиллсет, другой профиль человека. Но я за первый больший вариант.